Мы уже говорили вам о том, что в инстаграме группы компании Сигма запланированы прямые эфиры с участниками дополнительного регионального оперштаба под руководством Андрея Воронова. 9 июля прошла первая онлайн-встреча. Жители Нового Уренгоя задавали вопросы заместителю главы города Андрею Ковалю, которые курируют деятельность торговых сетевых компаний, магазинов, салонов красоты и предприятий общепита. Во время рейда по торговым точкам не раз звучал один и тот же вопрос от возмущенных владельцев. Мол, на каком основании проводите проверку и на какие правила опираетесь? Андрей Ковалю дал ответ во время прямого эфира. Основополагающий документ постановления губернатора ЕНАУ от 16 марта 2020 года. Внесенные в него свежие изменения от 30 июня, а также методические рекомендации главного санитарного врача РФ. Ковалю напомнил жителям известную поговорку о том, что правила безопасности написаны кровью и их требуется неукоснительно соблюдать. Тем более, что это несложно. Соблюдение масочного режима защитного, значит, масочного, плюс перчатки, это обеспечение социально дистанцированной, как, значит, работниками, так и посетителями этих объектов. А также дезинфекция и проветривание помещений. Говорили в прямом эфире и о том, где именно в магазине должен стоять санитайзер. Некоторые торговые точки прячут заветный бутылек в глубине торгового зала или ставят на кассе. Это является нарушением. По требованиям Роспотребнадзора санитайзер должен располагаться строго при входе. Есть и еще нюансы. По требованиям Роспотребнадзора, значит, баночка без каких-либо исходных данных, то есть, скажем так, приспособленная баночка не допускается. То есть на самом антисептике должна быть исходная информация о свойствах этого антисептика. Затронули во время беседы работу парикмахерских. Принимать клиентов там обязаны только по записи, оставляя интервал между посетителями не менее 30 минут. И лучше салоном красоты не пренебрегать рекомендациями. Оперштаб настроен жестко и решительно, вплоть до закрытия заведений, если те не будут соблюдать все требования до 90 суток. Посетители тоже понесут административную ответственность до 30 тысяч рублей, а если попадутся повторно, заплатят 50 тысяч. 13 покупателей уже привлечены к административной ответственности. Что касается предприятий, здесь речь идет о должностных лицах, индивидуальных предпринимателях и юрлицах. Если нарушить дважды, сумма штрафа достигает одного миллиона. Я прекрасно понимаю, что носить весь день маску это крайне неудобно, это крайне тяжело, но каждый должен заботиться о себе, о здоровье своих близких и любимых покупателей. По закону магазины не должны выдавать медицинские маски, а посетители обязаны приносить свои. Продавец имеет полное право отказать в обслуживании. Впрочем, некоторые ритейлеры заботятся о своих покупателях и выдают средства защиты бесплатно. Обо всех нарушениях в работе магазинов и крупных торговых центров жители Нового Уренгоя теперь могут сообщать в отдел потребительского рынка напрямую по телефону, указанному на экране. В обращении укажите свое имя, название магазина и его адрес. Вера Баранова, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24.